Игнатьевич, давайте. Я вот сейчас постоянно, ну как бы в тайге лажу, то шишки собираю, варенье, там варю шишек. Сейчас кончилось, сейчас и ванчай собираю. А у нас тут медведь ходит. Ну я в принципе как бы и раньше они ходили. Ну вот думаю, не искушали ли Бога, что вот лажу там как, ну не знаю. Вот, хотел у вас совет спросить. Я ничего не понял даже, что. Михаил, что? Я, здесь сказали, рядом где-то лазит медведь. Я и многие года лазил тоже так же, ягоды собирал. Ну вот как-то меня Господь отходил, я вот пришел, допустим, на поле собирать. И что-то внутри так, не, не пойду. Развернулся, ушел. На другой день прихожу, там все пеньки повыворачивал, червячков искал. Но я думаю, как бы Господь промышляет, и все равно обо мне, правильно? Или это искушение, если я, допустим, иду, зная, что как бы опасновато это все. И я все-таки еду там собираю, там вот сейчас иван-чай собираю, заготавливаю. Ну так вопрос вообще. Собираю кто вас, отнимает его или что? Нет, я не думаю, никто не отнимает, просто у нас здесь лазит медведь. Вот. Я думаю, что я искушаю Бога, или если я там хожу, мне вот, допустим, надо собрать иван-чай, я его заготавливаю там много. Я вчера только собирал клубнику, листья, и щебрец, богородскую травку, и все прослушиваю. И что, к кому-то обращаться? Игнатий Тихонович, Александр, вы не можете сформулировать так, чтобы человек понял. Вы пойдете в лес, Игнатий Тихонович, собирать ягоды, предположим, зная, что там медведь ходит? Ну так не ходи. У нас не ходят медведи, ни волки, ничего нету, только пауты летают, кусают. Не, так они у нас постоянно тут ходят, как ты говоришь? Ну пошли вы даже знать методы, как избавиться от него. Если знаете, что там грозит смертью, вам зачем все остальное, если вы будете разодранные? Это даже вопрос не... Возьми с собой огнемет какой-нибудь, чтобы отбивать все. То есть защита должна быть, то есть нож я должен убрать, а то я его дам за себе убрать, нож и возьму сюда. Если там медведи, я не пойду туда. Понятно. Не, ну я-то их не видел, вот, просто ходят, говорят, вот там, что ты не боишься лазить? Говорят, так я не знаю, что, я их не вижу там, я сначала пошумлю, чтобы... Ну раз не видели, не видели, и не верите, и не о чем разговаривать, ходите тогда. А другой только он слышал, больше не пойдет. И когда стучится несчастье, вы будете сами себя укорять. Как же я не послушался, меня же предупреждали. Понятно. Ну, то есть осторожно, в любом случае. Ну там все в человеке. Вот если там какая-то опасность, кто-то скажет, зачем я пойду туда? Лодка, там водоворот, на лодку ее... Я и не в лодке не попадаю, потому что опь. А у нас пруды, тут я могу и рыбачить, и искупаться. Потому что отбежения воды нету. Только родники. Жизнь одна, другой не будет. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Так, что еще у кого есть? Ну все, ничего нету. Отхожу. Отхожу. Отхожу.